здесь хочется работать и развиваться то есть я увидел четкие перспективы я очень хотел стать обжарщиком ну очень сильно книги не читал у нас картинки он в тик токе нашел обжарщиковый смотри это был нон-стоп мы жарили 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 портили 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 кофе у нас села за бар заказала джентоник я не знал что такое джентоник взял телефон открыл холодос сел и сделал вид что я там ищу мяту и такой то блин где же это мята ну типа чтобы она подумала ох какой уже мяту самую свежую для меня ищет ну да конечно всем привет у нас снова будни обжарщика и сегодня мы в костях тесте бенда и разговаривать будем самым молодым обжарщиком украины данил шевцов данил сколько тебе лет 19 19 ты уже обжарщик а сколько ты времени жаришь восьмой месяц пошел до начал жарить 18 было было 19 уже не скоро 20 . будет мне как ты пришел в обжарку ну я просто считал что обжарщиками встают бывшие баристы которые должны пройти какой-то путь там поработать уже на бариста 17 ну кофе конечно пил тиростряк с детства давал дед батя там наливал я ничего не понимал потому что из маленького города у нас 12 тысяч населения и вот первая спрессомашина с холдерами с стиммером молоко капучино латово там же положение до появилась ну феврале 2018 года вот первое то есть там сейчас тот период который в киеве был наверное лет 10-15 назад троя волна супер темная обжарка вот там во всех трех ларьках продается времени да то есть коммерция массовая вот и конечно я ничего не знала профессия бариста я просто думал ну вот есть растворимый в банке есть растворимый в стиках с молоком сухим и даже всем этим делом осуждался когда переехал харьков поступил в академию учался там но познакомился с одним замечательным человеком это дима мой кореш он в студенческие годы подрабатывал барменом бариста вот эти вещи накопил себя на фотик на камеру и пошел эту профессию он не рассказал что вот есть такая движуха она с низким порогом входа ты можешь ничего не уметь вообще ничего не знать прийти и при должных усилиях сноровки и желание добиться каких-то результатов общепит да то есть все идут туда и я тогда шел просто целью ну нужно что-то подзарабатывать платить там за общагу на покушать из записал себе цель тогда в 2018 году 17 лет было 1 января написал список задач на год там типа права получить про съехать на квартиру еще что-то написал стать бариста ничего не понимал вообще начинал смотреть ролики думал что ну мне надо наверно пойти на обучение бариста думал что там надо 5000 гривен накопить обучиться вот специальной школе меня без сертификата никуда не возьмут я настолько я ничего не понимал хорошо что я не пошел на самом деле обучаться могу объяснить тоже свою позицию почему не совсем стоит идти в школу но лучше конечно постараться попасть в какое-то заведение к этому будет грязно плохой кофе плохое молоко плохое все но такую школу тоже считаю нужно пройти не самого качественного заведения где ты сможешь попасть сразу в такую активные боевые действия то что мне кажется что ребята которые идут в школу сначала они нам проводят какое-то время в спокойных условиях во всем этом деле потом с этим сертификатом до базовыми сухими знаниями приходят устраиваются на работу их берут первая за пара все он сыпется то есть он думал что все будет на лайте легко классно а на самом деле нужно одновременно варить два холдера и взбивать молоко и заготавливать еще молоко не совсем все так легко и просто ну и тогда в харькове 17 лет было модно у нас было три аромы возле общаги все ходили туда пить кофе вот мне тогда помню нравилось очень там капучино брать хотя был еще рядом с между этими ромами был свитер и если кто по харькову знает свитер кофе это дороже да да немного дороже поэтому жаба давила арома кава с этими листовочками 15 гривен американам все мы бегали туда я захотел туда устройство что ребята получали ну неплохие деньги берут без опыта я позвонил пришел мне сказали ну тебе 17 ты не подходишь вот я подумал блин а чё это в 17 лет не берут что ли ну наверное да они берут начал дальше искать рынок труда смотреть и нашел кофейню обычную ты вторая волна в стиле пятидесятых вторая волна это вторая волна то есть грубо говоря у нас есть эспрессо машина есть кофемолка всегда ферензато да какая-то ферензато в лучшем случае люблю ферензато да конечно коллаж любимый бункер не осталось еще ну слава богу мне практиковать еще не работал мнение не застал вообще редко встречаем самом деле где-то но наверно только в переходах каких-то да туда устроился меня туда взяли без опыта у нас был отбор там ребята открывали вторую кофейню она называлась фифтис сейчас работает пинап стилек все дела нами не занимались как сотрудниками в той кофейне то есть я вот пришел я как-то варю и вот это как раз та история которую наверное каждый проходил приезжает дядя вася он настраивает тебе помол он выставляет тебе температуру на тачке корректирует ее возможно давление где-то что-то и все и он уезжает и когда совсем вкус уже идет под одно под хвост на его вызывают снова через две недельки то есть мы в таком духе работали не тратили не тратил руководство очень много сил и энергии на то чтобы развивать сотрудников поэтому там такая текучка была нет на самом деле проработал где-то полтора месяца и понял примерно в тот момент что тогда и появилась возможность киев переехать я для себя сделала что ну в таком месте мне достаточно того что я знаю где холдер и как он отличается от темпер а все больше ничего знать не нужно вот зерно вот бункер смалывается двойной на две чашки одинарный на одну чашку то есть все вот так просто естественно зарплата за такие вещи была не супер огромная потому что это как единица легко был заменяем если ты сотрудник которого легко заменить то тебе платить будут немного то есть все логично я уволился спустя полтора месяца всего лишь работы с нуля там была такая неплохая школа в плане запар потому что мы работали уже жилого района сколько максимально портите получалось доводилось проваливать за смену запара там заключалась немножко в другом сам кофе мы не так много делали то есть были валили параллельно нет параллельно это же кофейня 50-х это вот эти милкшейки с тремя пончиками сливки сладости это все надо было вот на потоке делать кофе это была такая утренняя история обеднее а вечером вообще мороженое делали в рожки вот эти модные все запара заключалась в том что много процессов сразу и там на двоих бариста вот и все когда уже все поднадоело так приелась хотя у нас коллектив был просто суперским до сих пор с ребятами общаемся иногда и это непрекрасные я переехал в киев и про я учебу в учебу я к ней знаешь так отнесся вот на ю тубе реклама идет перед роликом проходит пять секунд и нажимаешь пропустить вот я так первый курс отучился появилась плашка пропустить пошли мне поют стало 18 лет в тот момент и да и можно делать что я хочу они что но сколько за счет не сложилось то есть ты не захотел пропускать в начале я пошел с целью подзаработать потому что вот мне подсказали что есть такая штука и мне не было мне как у многих была мысль ну и я временно как но мы все этот прикол знаем я сейчас немножко подкоплю стану айтишником финал там вот этим всем и на островах и на острова буду с боли это работать нет не так работает так на тот момент я еще не понимал насколько эта сфера обширная глубокая то есть я еще только буквально два месяца работал не это не что это ничего когда перехал киев случилось то что я проел деньги которые у меня были в запасе с собой надо было платить за квартиру за еду как-то в башке так не хватало мозгов на самом деле в 17 лет вообще не хватало я думал да в киев приедущая там легко будет на самом деле не так все просто жилье дороже проезд чуть дороже еда в среднем тоже чуть дороже получается все дороже надо зарабатывать хорошие деньги и тут случилось просто вообще магия везения моя личная потому что я два месяца работал даже меньше я там умею темперовать заваривать я не знаю что такое блюрейте я не знаю что такое нарисовать белое пятно на капучино я не знаю что такое нормальная температура в молока я не знаю что такое зачем это колесо с цифрами вообще на кофемолке зачем его крутят я не понимаю зачем это где телефон мастера которые приезжают сдал по мол и тут мне подруга я общался со своей знакомой своего родного города по поводу того что вот я бы сейчас нашел что работать она меня спрашивает и что ты умеешь или ну я так немножко в кофейне поработал чуть-чуть знаю я какой-то ларек устроился тыся когда мысленно настраивался на какой-то мавчик на что-то такое лайтовая да знаешь ну плюс-минус того же до того же уровня она мне скидывает инстаграм одного ресторана и говорит ты туда напиши может им нужен кто инстаграм назывался джемини вот ресторан джемини очень замечательный ресторан до на антоновича который возле офиса вот рис там сейчас желтое море к сожалению был ресторан когда-то и я им написал им нужен был бармен и когда меня взяли все-таки вписали в графу на google диске графика как полноценного бармена помню 6 6 мая смена была заминировали оушен плазу это было очень весело потому что оушен плаза заминировали то есть маки все компот все что там вместе есть ошибку и кофе все закрылись потому что всех тоже это одно здание и все пошли на еду и кофе куда по картам открывают ближайшие это пузатка и вот мы и шаурмейчные вокруг больше ничего и к нам заходит толпа людей у нас на тот момент я супер свежий опытный официант у него 2 это официант который второй день стажируется без опыта и мы тогда я помню да у меня вылазит я тогда вышел в уборную и вот там если так сделать то есть я выхожу со служебного коридора и иду прямо вот сразу в бар он такой буквой п нарисован и там стоит аппарат который встречки выдает и там вот такой раввок накрутился я подбегаю вижу сразу один из них это 14 латты вижу студентов каких-то и вот в таком духе надо было работать это какая-то школа была такая прикольная вот и в принципе было очень интересно работать джемини с многими познакомился ребятами кто там и переломным моментом стало то что я как раз попал в место где рядышком жарит кофе пан дима рубцов он там жарил вот и так как он жарит рядышком да 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 на тот момент это было там пока они не переехали он подходил с коли конаном да они подходили к бару и пробовали эспрессо просто просили поварить тем самым они как-то мне как-то было стрёмно что такие знающие чуваки скажешь что-то невкусно я начала как-то стараться едет а первый месяц и не понимал как вообще работает настройка помола то есть у меня не было в голове вот этих шестеренок они не могли смыкнуться я не понимал что мне нужно делать на этой молки что ну что нужно вообще они до того они реально терпеливо спокойно подходили ко мне каждый день по три раза в день пили эспрессо говорили что нужно делать потом дима помню спокойно говорил по подумай что тебе нужно сделать вот с этим вот с этим вот с этим и так я пришел к тому что я научился варить брю все у меня очень плавал фильтр что странно просто смолол колбу месту супер пугал я постоянно сыпался когда мне утром я прихожу начинаю настроить эспрессо админ кричит а где фильтр я начинает а параллельно как-то делать все дела таким образом я попал в этот сгусток супер знающих людей ребята в офисе многие шарят знают очень многое вот он дима с колей много знают они вот так вот подходили к бару говорили что так что не так таким образом через три месяца 4 где-то от начала моей работы с кофе я уже так сказать скакнул довольно таки ну высоко как мне кажется для такого срока работы все уже понимал как мне нужно варить аэропресс как нужно варить в 60 очень много сразу получил информации долго для меня оставалось конечно проблемой это сорта зерна какая-то никарагуа какая-то какой-то сальвадор что-то какая-то каста-рика бразилия я не понимал у меня лежали шпаргалки распечатаны на 4 и когда ходили ребята по премии соль тогда мы участвовали я вот меня могли завалить легко вот ну таким образом дима не спросить и да я надо было отвечать вару подходе по то что джемини называлась заведение джемини спешлти кофе энд бар то есть и туда многие люди реально приходили целенаправленно потому что джемини в сети везде в открытую заявляли что вот у нас есть заведение в котором ты можешь выпить классный вкусный коктейль очень вкусно поесть и сразу у тебя будет идеальный капучино с идеально настроенным эспрессо в молоко все то есть и от меня как от такого дилетанта очень требовали чтобы я все это делал за это время я научился рисовать научился настраивать помол работать с молоком работать с брю работать с алкоголем совсем с димой мы хорошо разобщались я ему супер благодарен потому что вот этот человек вот этот именно тот переломный момент когда мы начали хорошо общаться когда мы начали когда он я понял что он очень делится хорошо охотно со мной этой информации и я ее впитываю я понял что целом индустрия она очень обширная интересная классная здесь круто работать здесь хочется работать и развиваться то есть я увидел четкие перспективы что можно уйти далеко и очень будет хорошо да я продолжил работу конечно же дима очень много дал я ему безумно благодарен то есть этот человек сыграл он он наверно первый кто сыграл супер важную роль из тех кто дальше будет он вот он первый кто сыграл супер важную роль в становлении меня затем начала приходить его замечательная супруга просто к нам зовут екатерина мы сейчас вместе работаем наше знакомство было супер интересная то есть как все произошло у нас села за бар заказала джин тоник я не знал что такой тоник я не знал что это джин вот у нас там тогда стоял помню бомбей это синяя бутылка я не знал что это джин я думал что это белый ромб тогда я сделал вид там такие барные холодильники я короче взял телефон открыл холодос сел получается а там холодос был такой морозильная камера там замороженные были ягоды для заваривания пюре и сделал вид что я там ищу мяту и такой то блин где же это мято где же это мято ну типа чтобы она подумала ох какой уже мяту самую свежую для меня ищет ну да конечно мята была в холодильнике вот там искал а я искал я гуглил типа а у меня а у меня получается моя карта техкарта моя по коктейлям она стояла вот там за спиной слишком палевно если я буду брать а меня всегда мне очень хорошо внушили правила в голову что когда ты работаешь за баром где видят как ты работаешь или допустим кухня открытая да то обязательно даже если что-то идет не так гость должен думать что все идет так то есть ты перепутал там алкоголь допустим ты перепутал пюре ты переварил эспрессо ты перед что-то ты делаешь вид что все нормально а вдруг не заметил и вот нам это как-то внушили всем и так работали и я типа максимально так шкерил со старался и так не только с Катей было то есть я тогда реально сижу такой так одна часть получается у нас джин а три части тоник и лед или и лайм класс я еще мяту туда бахну а и огурец до этого насыпал огурец вот и тогда мы уже разобщались и потом спустя время катя запускала проект вас витария это возле кив фуд маркета много каворкинг очень классный интересный там нужно было кофейня нужен был человек для работы и она меня туда позвала работать я согласился штука интересная было супер интересно мне работать там потом произошел карантин на карантин мы закрылись на первый локдаун отработали летом и когда летом мы работали в асвиттории то выскочила новость что алена николаевна всегда запускает производство я пришел сюда со своим коллегой мы обучались обжарки но ты пришел сюда и опыта обжарки как бы кроме общения с димой никакого никакого то есть ты сразу стал устанкать я кто-то учил дима приезжал нет у нас у нас было так что ребята которые ставили ростер они показали основы работы то есть там вот вон она горелка вон он барабан это все вращается а вот здесь дожигатель кофе засыпаешь вот там выгружаешь вот там да не перепутай зеленый не допусти эффекта золушки ну хорошо тебе показали куда засыпать откуда выгружать кофе и что таки таки жарил да ну то есть мы жарили в плане брали всю литературу которая есть все-таки есть какие-то ролики на ю тубе ребят из страны снг которые как-то объясняют как происходит обжарка какие есть процессы где-то уже устанавливать на поверхность до поверхностно дальше были ребята которые тоже жарят уже я с ними знакомых не только ребят и книги прочитал не не что керечки нету у нас я полная за слава золото я не читаю я ребенок 21 века родился мы не считаем с картинки он в тик токе нашел обжарщиков и смотришь пока нет обжарщиков тик токе но возможно скоро появится то есть обучались таким образом что нам позволили ошибаться очень много ошибаться зерна мы перепортили дофига и порченое зерно все улетало на сервис с ребятам супер автоматы не почистили декальцинацию сделали все нужно прогнать зерно чтобы понять все работает и мы носили очень много туда зерна перепортили очень много под конец уже когда у нас начали поджимать что пацаны пора нормально жарить потому что он большой расход мы до уже начали так активироваться потому что можно было то есть загружаю зерно жарю вылазит я понимаю что а мне вот это вот уже делать не надо да допустим с воздухом или вот это вот с горелкой или с температурой загрузки мне вот так не нужно поступать выратили после каждой до капель капель и плохое капель и то что норм начали понимать что есть такая штука как отношение к произрастанию мне так кажется можно назвать то есть кофе который из африки приблизительно плюс-минус вот так можно отнестись в обжарке кофе который из центральной америки он приблизительно вот так то есть если возьмем отдельно эфиопию то есть разные йорга седама да вот эти все они немного отличаются но плотность допустим да у них плюс-минус одна и та же если мы возьмем никарагу который очень люблю ее к сожалению больше не будет потому что мы знаем все почему никарагу очень люблю это зерно супер это самое мое любимое зерно хорошо если по способу обработки взять никарагу разный может быть сухой да но в основном в основном никарагуа это такие огромные бобы но он реально здоровый то есть лаз мимоза с большой я помню когда работал на кофе джемини в джемини там был никарагуа боже вилям мэй драга по-моему как-то так называется это был спешлти он был дорогой там был супер яркий дескриптор и зеленого яблока но вот четкого зеленого яблока это я вкуснее зеленого яблока еще в кофе не чувствовал вот там тоже были большие зерна довольно таки и вот как-то стало понимание происходить что вот где-то кто-то в инстаграме там пишет что там в плотное зерно давайте больше энергии в пористое зерно давайте меньше энергии в натуралку там допустим больше воздуха да вот что так как-то вот так начали пробовать и плюс-минус попадать сравнивать с другими игроками на рынке и в принципе начал вырисовываться картина того что нам нравится все заказываем наши пачки брендируем наши пакеты наши коробки наш скотч фасуемся едем ставимся на полке в кофейне ребятам все можно себя поза ценировать уже заявляйте себе и на это ушло до месяца 22 наверно эту подготовку плотную в принципе два месяца достаточно чтобы научиться жарить это было блин нон-стопом просто ну это жаренство мы жарили 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 портили портили портал или кофе мне очень нравится когда иногда приходится оставаться до трех ночи жарить как правило когда кто-то остается допоздна изображенщика он остается один и вы наедине с ростом это романтика все дела то есть я честно говоря боюсь оставаться на обжарке сам потому что ну это все-таки как бы производство и она ну чревато каким-то там чрезвычайными ситуациями все-таки это газ это там возможность какое-то возгорание это ну при недостаточной вентиляции мы знаем что ну возле роста там большое количество углекислого газа которым ты дышишь и принципе потерять сознание при если там увлекся и жаре жаре жаришь можно и в обморок упасть и такие случаи тоже знал поэтому я так стараюсь что кто-то был потому что ну ты вообще кофе шпишь пью но дома не пью о дома не у меня дома чая ты знаешь аначе я думаю что там человек который связан с кофе то есть по умолчанию пьет кофе но общаясь с бариста и обжарщиками надо такие интересные вещи узнаешь на тут вообще кофе не пьет то там дома не пьет тут на работе не пьет причем дело проблемы с мотором да 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 я не пью я в недостаточно понюхать возле роста рану я вот как этот среднестатистический хороший повар который дома жарит яичницу на просто отвались вот ну я бросил туда яйца я как-то там посолил сбоку и ну по чесноку пью я чай обычный из магаза сколько чашек кофе ты потребляешь в день и были ли тебя какие-то такие ну рабочие моменты когда те по работе надо было там перепробовать там ну просто адовое количество чашек в день я пью всегда по-разному бывает торкает нас варить колбу фильтра мы выпиваем там всю колбу на двоих можем полторушку мы доделаем плюс бывает пару эспрессо утро начинается с капуча в туго чашку могу взять с собой пока иду к метро от работы бывает такое что вообще могу не пить я могу проработать весь день вот здесь в цеху но не пить кофе или выпить один капуч когда было адовое количество порций вот как раз тот момент когда мы первые два месяца интенсивно обучались жестко интенсивно нам ставили такое т.з. мы обжарили там всю нашу линейку эспрессо тот момент это было по моему семь или восемь позиций друг другая линейка была естественно просто чтобы научиться никарагуа колумбия бразилия все все было и у нас здесь не было же еще тогда стеллажей не было кофемашины ничего не было и мы ездили на мою тогда прежнюю работу там была white eagle виктория ардуино тоже митос вообще виктория ардуино это это отлично это супер ну честно говоря это возможно немного оверпрайснутая вещь но она выглядит очень красиво в отличие от льва ручной сборки за ней работать намного более удобно чем за львом ручной сборки вот и в любом я первый раз слышал ну когда называют кофеварку вот лево ручной сборки да не хочется там борусь а мы же все друг друга прекрасно поняли я работал за ламорзока мне вообще не зашло знаете у меня кое-как некоторые говорили многие описываются кипяточком ламорзока ну боже ну это просто божество все я тогда так к этому относился что очень малое количество людей говорит что это просто отстой просто ну невозможно ну как ну зачем она имеет право на существование серьезно я тогда не понимал зачем потом мне довелось поварить несколько дней за ламорзока модель не помню это точно вот этого квадратное что-то выключатели у батя была жига точно точно линейка база я там вот чтобы светильник включить вот этот щелчок это то же самое чтобы пролив включить жига как там щелкает при составе там подпрыгнуть можно я когда поменялся истории когда поменялся истории на эту кофеларку реально первые вот эти вот пару дней там реально просто подскакивал внешне морзоке мне нравится но они прикольно выглядят сдержанно классно но я выберу историю конечно определенно точно или же виктор ардуино здесь стоит на 808 мы проварили нам нужно было пропивать всю эту линейку в эспрессо и нам поставили взять журнальчик купить и полностью вот возьмем Никарагуа Лас Мимозас в эспрессо нужно записать свои ощущения какой он недоваренный какой он сваренный какой он переваренный какой он в молоке какой он в молоке в капуче в латте и в флете это все нужно было пропивать и вот тогда было такое дня два или три это длилось я вечером еще отбиваю смену Даня привозит в своем огромном таком брюкзаке походном это все нечто мы чистим вторую второй бункер засыпаем туда кофе начинаем пропивать параллельно как-то выдаем заказы забываем где какой кофе уже там начинаем на этом Никарагуа тестовом случайно выдавать заказы люди такие ой что-то новенькое там вот я помню да была ситуация постоянник заказал ему сварил тогда на Никарагуа он любил кислое и я тогда помню что нам пригодилось бегать в фудмаркет там варвар находится мы покупали пиво чтобы отпускало нас немножко потому что реально мы не могли ну с трудом доходил я до метро после этого было выпила очень много чашек мы перемывали каждая чашка банные просто вот эти вот процедуры получала по несколько раз за час да вот тогда тогда было интересно прям это вот те времена когда я получал первые жесткие передозы кофеином которые меня жестко штормили на ночь я обнимал не подушку а сами понимаете что и вот то что такое было интересно очень так в работе мы как-то распределяем плюс-минус рационально да передозировки они есть однозначно кофеина употребляем мы больше чем стоило бы но это наша профессиональная ну так сказать наша сторона наше профессиональное положение но нам надо это делать мы не можем мы работаем с кофе напрямую с этим продуктом мы конечно будем его перепивать необоснованно много то есть есть где-то там исследование что нужно выпить там максимум 400 миллилитров кофе фильтра да плюс-минус типа три эспрессо в день и вот это потолок что человек может выдержать при таком условии если он будет пить хорошую классную арабику у него будет улучшаться кожа работоспособность мозга все такое кальций не так будет активно выбываться из костей не знаю насколько это точное утверждение но то что у нас кальций вымывается активно портится кожа вкус и все в этом духе конечно да мы рушим организм все обжарщики которые так или иначе много пьют кофе это идет только на вред организму ну мое такое мнение ну блин нравится ты будешь участвовать в чемпионатах по обжарке? я уже принимал уже принимал участие в чемпионате со стороны волонтера я волонтерил на последнем отборочном помогал чистить там буллеты вот это все бегал там смотрел когда он кофе лаверси проводился были вы там или нет не знаю было очень много участников была большая движуха супер интересно было сейчас на ближайшем чемпионате уже после отборочного я снова буду там конечно же волонтером опять вливаться потому что ну ты приходишь там много обжарщиков ты познакомился вот с этим потом вот с этим главное хорошо себя показать ну то есть главное поставить себя правильно потому что если ты приходит придешь там как-то у нас еще себя странно вести никто тебе не подскажет как что нужно работать как с этим зерном или какая есть вот эта фишечка какой вот этот секретик есть тебе это никто не расскажет а когда ты хорошо коммуницируешь то вы начинаете обмениваться опытом и друг друга развивать поэтому хочется вот так вот войти в эту движуху чтобы тоже и чтобы получать опыт и давать его каким-то другим обжарщикам мы уже знакомы с некоторыми вот благодаря чемпу это произошло это было вот как раз вот мы только-только сюда зашли и было случился чем вот это в сентябре по-моему был вот да и мы тогда после чемпионата действительно у меня прибавилось ну я стою там слежу по времени за одним молодым человеком слежу слежу а сбоку стоит другой молодой человек и что-то говорит своему волонтеру по обжарке этот волонтер работает бариста и он еще не совсем все понимает а я что-то чуть-чуть уже вот так чуть-чуть немножечко понимал я такой послушал послушал такой ага я вот так в телефоне реально так делает такой в телефон записал пришел загрузил батч попробовал эта информация рабочая да отлично запоминаемые эта информация не рабочая отлично все убираем ее то есть это тоже вот так сработало и сейчас я буду помогать а следующим этапом будет конечно заявиться на отборочный уже получается в каком вот в этом году будет отборочный еще нет вот сейчас будет чемпионат после отборочного потом опять отборочный на следующий чемпионат кто знает вот когда он будет тогда я конечно заявлюсь пойду буду участвовать чемпионаты вообще меня спрашивают почему я не иду на чемпионаты в плане каких-то классика кофе алкоголь брю почему я не иду на них ответ очень простой на самом деле у меня есть небольшая такая проблема это повышенная тревожности тремор то есть обычно мы видим люди которые приходят на чемпионат они начинают там что-то делать наливать так перед судьями у них трусятся руки потому что это естественное волнение человеку хочется стать лучшим конкуренция тебя давит это у тебя жестко все там в голове вот так вот происходит непонятно как будет у меня у меня будет немножко похуже когда работал на первой работе и первые дни выходил еще в той кофейне второй волны за бар я супер волновался потому что иногда я мог стоять целую смену с недельным опытом работы целую смену в кофейне внутри не в мафе а в кофейне один всю смену приходит женщина действительно история жизни приходит женщина и заказывает для своего ребенка который там отошел в уборную какао когда я его приготовил я очень взволновался почему-то и у меня руки так затряслись очень сильно что я просто вот так на нее плеснул его вот прям на нее я тогда выкрутился из ситуации за свой счет я угощал всю неделю каждое утро капучино тяжело было потянуть такую штуку потому что он там зп все дела но выкрутился и поэтому я понимаю что на я могу просто и просто ехать в метро у меня может вот так вот начать как-то вот так потрость рука с телефона ну да просто может вот так сделать когда-то я жарю меня никто не видит я работаю просто с большими мешками с большими ящиками мне этот тремор вообще никуда не ну ничему не мешает я не рассыпаю там пачки с кофе не все контролирую нормас а если я пойду если я пойду на какой-то чемпионат то только на тот где не нужно будет рассказывать красивую историю перед тремя судьями которые сидят вот так вот на тебя смотрят типа прям а вот что-то такое типа какой-то батл там ты нарисовал поставил это шел молча все происходит сейчас камеры да и ты очень уверен немножко научился это контролировать у меня пропала боязнь вот таких вещей там людей всего остального она ослабла но все равно я понимаю что пробоваться на чем я не собираюсь но вот этот открыт обжарка брюверс какой-нибудь ну да было бы неплохо латте арт нет вот так как раз вот каптестинг 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 можно там ничего там там молча сербе сербать я умею звонка получается вроде как то есть такая история скажи в обжарочной тусовке ну так как ты молодой начинающий обжарщик что есть какие-то кумиры там не знаю там среди украинских обжарщиков может мировых что ты сказал я хотел бы жарить как он вот я хотел бы с ним пообщаться я хотел бы с ним ее подучиться я бы хотел жарить как он наверное нет потому что я хочу жарить по-своему чтобы вот как я да правда чтобы все говорили что вот есть вот это зерно вкусное вот это зерно вкусное это вот три разных обжарщика и они все по-разному вкусные чтобы не говорили что ну у него вот как у него не хочется хочется вывести какой-то свой свой отдельный вот этот почерк чтобы его как-то узнавали над этим много надо работать очень я понимаю что много надо работать много-много-много лет стараться буду этим заниматься что я сейчас очень жестко горю мне супер нравится вот это движение а по поводу того с кем бы я хотел пообщаться это два человека с бородаем хотелось бы пообщаться потому что он человек он 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 просто он сумасшедший он безумный он выглядит как вот этот безумный злодей из какого-то детского мультика который ворует детей и делает из них кофейное зерно да как-то их там не знаю пропускают через фото сепаратор и поэтому его сэмплы такие интересны вот он реально вот выглядит вот такой как из страшилки но то что он делает это круто ну и конечно мой любимый дритан ну блин классный чувак дритан если так бы случилось что ты об этом выпало там какое-то время пообщаться дивы бородаем какой бы ты вопрос задал бы что вы тебя хотелось бы первую очередь узнать от него так звучит я вспомнил как будет заканчивать до обычно а сложно сказать ну вот четкий какой-то вопрос нет я бы хотел поработать с ним вот какое-то время ну даже пол папа вымывать рядом послушать как шо как он говорит помыть пол туалет на производстве но при этом послушать как он говорит просто что он говорит что он думает несколько месяцев я ну я готов на такое да это было бы просто все равно блин опыт получил лишь не будет молчать правильно то есть это круто еще у меня конечно очень просто разрывает феномен андердога истории о том какие они открыты к обмену опыта и сотрудничеству наверное вот все таки заставляют сказать мне что вот они все-таки первые с кем я хотел бы встретиться повидаться или возможно даже поработать но это потому что это реально ну да это вышка я думаю что ты сейчас в таком возрасте и на таком правильном пути и с такими темпами очень быстро и полетишь и пообщаешься и не просто атака до открыли бы с удовольствием очень хочется перенимать опыт более крутых чуваков я все-таки считаю что вот мой дед сказал такую вещь хорошую я тогда был еще реально маленьким типа лет 14 не было вот и тогда на меня кто-то как-то поругался этот человек был ну не того образа жизни как подавляют ну как нужно да как как стоило бы же ну как так выкрутиться то сказать ну короче человеку которого проблемы да там с алкоголем еще с чем-то он начал меня как ребенка как-то учить жизни мой деда вот прямой прямым текстом попустил когда мы сели в машину начали ехать он принялся ко мне и сказал суши тут такое дело в общем никогда не слушай того человека жизнью которого ты не хочешь жить то есть не слушай возможно даже самых родных и близких если ну то есть это может показаться очень по-злому с желчью но это так правдиво что никогда не существует человека жизнь у которого ты не хочешь жить потому что ну хоть интересный поворот до передачи а самое главное полезный да и вот наверное этим я и двигал себя то есть я видел на разных этапах все когда я жил в общежитии я видел разных людей их разные действия и смотрел больше на тех чьи действия и результаты мне нравится больше от тех я абстрагировался и так переходя в другие движи в другие круги общения я стараюсь принимать только самое лучше каждого человека есть свои приколы в башке у каждого у меня у тебя которые многим не понравится которые многие скажут ну вот вот это его черта это конечно же есть это конечно он вообще как он вообще живет вначале писал рассказывал что когда еще учился ты там написал себе на год какой-то план действий тебя сейчас есть на будущее какой-то план как ты видишься через 10 лет да 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 ты стоишь просто ты постоянно будешь увеличивать ростеры и жарить 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 или все-таки как ты хочешь развиваться честно говоря просто так заполнял за полтора года там бак 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 и уже тут жаришь и через полгода уже скажешь все я нажалился я приехал там выращивать на самом деле кофе это очень такая необъективная штука и очень сложная в плане наверное эмоциональной стабильности вот я так на это смотрю мне иногда хочется просто развернуться и уйти плюс из-за того что у меня уже есть опыт опыт того что я могу бросить что-то на полпути то есть обучение в вузе и я понимаю что это было но с какой-то стороны может может и правильно но может и не очень я понимаю что сейчас надо давить вот это желание иногда бросить кофе потому что все-таки ну мой мозг улавливает больше хорошего и перспективы рассмотреть сейчас сложно но я же понимаю прекрасно что сейчас в своем возрасте это том этапе на котором находится украина сравнительно мировой арены плане кофе мы сейчас ну очень сильно растем да мы не потребляем тридцать килограмм кофе в год на душу населения как это делают там финны да они очень много у нас в десять раз меньше нас по-моему около трех килограмм в год на душу населения есть вырастить есть обожать но мы супер сильно развиваемся я сейчас понимаю что если мы переведем в такое метафору что украинская кофейная индустрия это поезд то я заскочил в вагон когда поезд тронуться мне вот так кажется что сейчас последние вот может лет пять судя по рассказам до других я же не могу судить по своему опыту пять лет назад что в школе был то есть судя по этому у нас все сейчас идет вот 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 мы про в правильном курсе мы правильно движемся вперед мы правильно развиваемся и за то что сейчас во время заскочил есть все шансы занять какое-то что я хочу за пять десять лет это занять положение в кофейном мире ну наверное уважаемые с хорошим мощным бэкграундом чтобы да у меня был хороший опыт работы с кофе и не только чтобы это принесло свои плоды конечно в плане и финансово и ментально до чтобы я человек а сейчас я кайфую да мне нравится мне раз когда надо остаться я уже говорил до трех ночи мне нравится когда надо приехать намного раньше мне нравится когда нужно бегать по производству чтобы успеть выполнить ту или иную задачу элемент за пары мне нравится потому что понимаешь что все правильно делаешь из-за от него кайфуешь сейчас можно очень много благодаря интернету узнать кофе улучшить свой свой так сказать ну прокачать свои до знания рецепторы и даже сделать это на бытовом уровне когда ты косвенно никак не связан с кофе в плане финансовый оборот еще чего-то есть люди которые сейчас уже осознанно подходят к этому вопросу он никого не работал в кофейне у него нет у него есть там какой-то отдаленный кореш который там бы работал бариста но он сам начинает развиваться он сам начинает ходить в кофейню доставать бариста вопросами вот нужно так делать потому что бариста как ни крути он подскажет как подобрать кофе какой кофе лучше не пить что продукт все-таки опасный и мне кажется все равно мы идем на правильном пути люди все больше и больше осознанно подходит к этому продукту все больше и больше начинают употреблять его рационально откидывать какие-то плохие кофейни ну плане плохие кофейни у которых качество не придерживается и обслуживание и сырья и начинают переходить на более хороший кому-то это вообще всю жизнь не надо кто-то вообще всю жизнь готов пить жесткую коммерцию которая правдами и неправдами попала к нам в страну и им хорошо и ты их не переучишь совет людям ну да конечно нужно развивать свой вкус ароматический потенциал который может закрепить свой мозг больше понимать потому что это на бытовом уровне даже очень сильно помогает потому что ты когда потом пьешь вот у тебя есть вкусовой опыт по кофе ты потом когда пьешь какой-то допустим алкоголь это вино или крепкий алкоголь там виски еще что-то ты уже больше начинаешь думать над тем что ты пьешь тоже больше начинаешь улавливать когда там школьником был я думал блин ноты апельсина но ты это мандарин но это же вино просто чем вы думают откуда сейчас я начинаю это все понимать и это настолько круто что даже когда я просто приезжаю домой мама мне насыпает борщ я его ем я по-другому его ощущаю ну в лучшую сторону мне интереснее есть мамин борщ не стала да мне стало интересно я начинаю в голове вот так разбирать у себя все классно мне вот это уровень сладости нравится все это даже на бытовом уровне помогает поэтому конечно хочется чтобы как можно больше людей понимала не только кофе а в целом всю эту историю связано с рецепторами и больше разбиралась в пище и больше в вине и в крепком алкоголе потому что этот вот та штука которую нам внушали в школе кучи математику даже если она тебе не нравится для общего развития сейчас я понимаю зачем это нужно было делать это туда же это для общего развития это тебя в целом развивает как личность когда ты разбираешься в в этом вопросе